Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иисуса Новина. И сегодня мы будем читать 10 главу этой книги. Здесь говорится о битве при Гаваоне, разгром пяти амарейских царей и о том, как Иисус Набин покоряет Южную Палестину. И мы читаем, когда Адони Седек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что так же поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Иисусом и с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его – люди храбрые. Мы видим, что у царя Иерусалима имя Адони Седек, оно напоминает имя другого царя Иерусалима, который жил во дне Авраама, Мельхе Седек. Приставка «Седок» или «Цедок» означает «праведный». Есть предание, что все цари Иерусалима назывались праведными, даже несмотря на то, что они могли быть язычниками, но этот город, который должен был стать религиозной столицей и центром служения Христа, он источал благодать до самих благодатных событий. Вот такое интересное явление. И правители были люди относительно праведные, то есть справедливые, потому что «Цедок», «Цадик» – это цельный человек, это праведный человек, справедливый. И далее мы читаем. «Посему Адони Седок, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фераму, царю Иормовскому, и к Яфию, царю Лохисскому, и к Девиру, царю Иглонскому, чтобы сказать, придите ко мне и помогите мне, поразите Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми. Они собрались и пошли пять царей Амарейских, царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иормовский, царь Лохисский, царь Иглонский. Они и все ополчение их расположили станом подле Гаваона, чтобы воевать против него». Казалось бы, Гаваон проявил какую-то слабость. Но здесь мы прочитали, что эти люди были мужественны. На самом деле они пошли на этот маневр не потому, что они вот вошли в состояние паники. Они люди мужественные. А мужественность не исключает разумность. Они поняли, как можно воевать с Богом. Можно воевать с людьми. А как воевать с Богом? Это невозможно. И вот теперь им хотят отомстить за то, что они вошли в союз с евреями. «Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, сказать, «Не отними руки твои от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас, и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари амарейские, живущие на горах». Иерусалим – это действительно город на горах. И в поэтических текстах Библии он так описывается, как гора в окружении гор, превознесенные над ними. «Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу, не бойся их, ибо я предал их в руки твои, никто из них не устоит перед лицом твоим. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне, то есть израильтяне, с сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вефарона, и поражали их до Азека и до Македа». Когда же они бежали от израильтян по скату горы Февронской, Господь бросал на них с неба большие камни Града до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней Града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом на сражение. Здесь мы видим вот это чудо, камни с неба, ангелы Божьи по воле Бога метали эти камни. Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами, вот сейчас совершится еще одно чудо, которое совершает Иисус Навин, оно вообще за природой нашего разумения и понимания. Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог Амареев в руки Израилю, когда побили их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами, стой солнце над Гаваоном и луна над долиной Авилонской. И остановилось солнце и луна стояло. Да коли народ мстил врагам своим, не это ли написано в книге праведного, здесь отсылка идет к книге, которая не сохранилась, стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глаз человеческий, ибо Господь сражался за Израиля. Мы не можем это объяснить ни с какой научной точки зрения, но Бог, который является Творцом мира, который создал законы природы, Он может действовать за пределами всех законов. Потом возвратился Иисус, и весь Израиль с Ним встан в Галгал, а те пять царей убежали и скрылись в пещере Македы. Когда донесено было Иисусу и сказано, нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе, Иисус сказал, привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их. Камень – это Христос. Христос отделяет нас от бесов, которые символизируют семь смертных грехов. Иисус сказал, привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их, а вы не останавливайтесь здесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их, ибо Господь, Бог ваш, предал их в руки наши. Конечно, мы понимаем, что Солнце не может остановиться, Луна, потому что не они вращаются вокруг Земли, а Земля по отношению к Солнцу. Да, Луна может двигаться по отношению к Земле. Но Бог выше любых законов природы. И все действия, которые совершает Бог, они необычны за пределами нашего разумения. Ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши. То есть это дело Бога. А чудеса обнаруживают, что это дело Бога. Чтобы израильтяне, не дай Бог, не приписывали себе то, что принадлежит Богу, Ему принадлежит вся слава. Двадцатый стих. «После того, как Иисуса, сыны Израилевы, совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города, укрепленные, весь народ возвратился в стан к Иисусу в макет с миром. И никто из сынов Израилевых не пошевелил языком своим». Что это за мир имеется в виду? Возможно, речь идет об особом послушании Иисусу на вину перед лицом таких чудес. «Тогда Иисус сказал, «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иормовского, царя Лохистского и царя Иглонского. «Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израилетян и сказал вождям-воинам, ходивших с ним, «Подойдите, наступите ногами вашими на вые царей сих». Они подошли и наступили ногами своими на вые их». Это некое пророческое действие. Пророческое действие. Мы не всегда можем понять значение того или иного пророческого действия. «Иисус сказал им, не бойтесь, не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими». То есть это символическое действие пророческое. «А с которыми будете воевать». Теперь мужество вдыхается в сердца этих людей. «Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревах, и висели они на деревах до вечера». До вечера – это потому, что закон Божий запрещает оставлять на ночь повешенных. «При захождении солнца приказало Иисус, и сняли их с дерева, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня». Точно так же, когда распяли Иисуса Христа, спешили быстро снять их с дерева, с крестов, потому что наступала суббота, она наступала в пятницу вечером. Поэтому Христос уже умер, а разбойникам перебивали голени, чтобы они умерли, и быстро можно было снять их тела. Далее говорится о том, как Иисус покоряет Южную Палестину. «В тот же день взял Иисус макет, и поразил его мечом, и царя его, и предал заклятию их, и все дышащее, что находилось в нем, никого не оставил, кто бы уцелел и избежал, и поступил с царем македонским, так же, как поступил с царем Иерихонским». То есть смертный грех надо истреблять целиком, чтобы ничего от него не оставалось. Никаких воспоминаний их надо заглушать с помощью молитвы в себе самом. Эти воспоминания. Какие-то вещи, какие-то предметы, то, что связано со смертными грехами. В Допродолюбии не рекомендуется людям даже проходить по тем местам, где они совершали смертные грехи. Если кому-то для этого надо покинуть город, надо покинуть город и переехать в другой. Надо поменять компанию, поменяйте компанию. Поэтому и сказано, лучше с одной рукой войти в Царствие Божие, с одним глазом, если целиком оказаться в гении огненной. Это означает, если тебе что-то дорого, как твоя рука, как твой глаз, но это ведет тебя путем смертных грехов, откажись от этого. «И пошел Иисус, и все израильтяне, с ним из макета к ливне, и воевал против ливны, и предал Господь и ее в руки Израиля, и взял ее, и царя ее, и истребил ее, Иисус, мечом». А наш меч – это слово обоюдоострое, с помощью которого мы скрушаем бесов, а у каждого греха есть царь, бес-покровитель этого греха. «И истребил ее Иисус мечом и все дышащее, что находилось в ней». Дыхание – это чувство, вот эти чувства надо подавлять, что находилось в ней, то есть в нас, что находится. «Никого не оставлял в ней, кто бы уцелел и избежал, и поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским». Это событие в ливне. «Из ливны пошел Иисус и все израильтяне с ним к Лохису, и расположился подлиннего станом, воевал против него, и предал Господь Лохис в руки Израиля, и взял он его на другой день и поразил его мечом, и все дышащее, что было в нем, истребил его, так как поступил с Ливную. Тогда пришел на помощь Лохису Горам, царь Газерский, но Иисус поразил его и народ его мечом, так что никого у него не осталось, кто бы уцелел и избежал. «И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Лохиса к Эглону, и расположились подлиннего станом, и воевали против него, и предал его Господь в руки Израиля, и взяли его в тот же день, и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, так поступил с Лохисом». «И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Эглона к Хеврону». Хеврон – это место, где тоже были стоянки Авраама, там близ Хеврона, пещера Махпела, где были похоронены патриархи. «И воевали против него, и взяли его, там жили хитейцы, и взяли его и поразили его мечом, и царя его, и все города его, то есть окрестные города по отношению к Хеврону. И все дышащее, что находилось в нем, никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он с Эглоном, предал заклятию его, и все дышащее, что находилось в нем». «Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру, и воевал против него, и взял его и царя его, и все города его, и поразил их мечом, и предал заклятию их, и все дышащее, что находилось в нем, никого не осталось, кто уцелел бы, как поступил с Хевроном, и царем его, так поступил и с Давиром, и царем его, и как поступил с Ливной, и царем его». То есть мы не делаем исключения смертным грехам. Каждый смертный грех – это опасность по отношению к нашей бессмертной душе, и мы должны их изничтожать в себе самих. «И поразил Иисус всю землю нагорную, полуденную, и неизменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их, никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев. И поразил их Иисус от Кадес Варни до Газы, и всю землю Гошен, даже до Гаваона, и всех царей сих, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля». То есть сами они не смогли бы одержать такую победу, если бы Господь не помогал им. Ну, как наши предки говорят, «Без Бога не до порога». Тем более, если речь идет о войне. «Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в Стан, а в Галгал». То есть там был основной штаб на то время, и они туда возвращались с той добычей, которую они собирали. Итак, сегодня мы окончили изучение 10 главы книги Иисуса Новина. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит продолжать беседы по этой книге. Чтобы вам не пропустить этих бесед, то подписывайтесь на библейский портал «Экзекет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо Господь! Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok